привет ребята хотел с вами поделиться такой вот мыслью или переживанием которое у меня было уже пару дней назад когда я смотрел по телевизору новости о том что происходило в японии и там показывали этот сюжет который вы сейчас можете видеть здесь о том что как один корабль со ста пассажирами на борту его засосала водоворот я посмотрел на этот сюжет и думал ну вот то что если бы я был на этом корабле представляешь и плывет корабль этот корабль вдруг начинает засасывать воронку и вот например это час времени его засасывает он потихонечку ходит кругами 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 и его засасывает воронку и все погибают вот я так подумал что представляете вот такой момент что однажды на всем придется умереть однажды каждый из нас это приблизиться к этой воронке смерти когда ты знаешь что вот-вот ты уже умрешь когда у тебя же не осталось ни силы ни здоровья ничего это может быть произойти так вот естественно путем виде старения или это может произойти вот таким несчастный случай или какое-то наводнение катастрофа да и в последнее время я уже честно говоря при парился слушать пророчества всяких бедствия которые идут кто пророчествует что бедствие идут на советский союз бывший кто пророчествует что бедствия идут на странной америке и кто ну кто во что гораст в общем и люди видят там ракеты бедствия то все и ну я не знаю может быть однажды это все и случится да я правда не понимаю зачем но нагонять слишком много жути что люди уже так ну ну придут бедствия ну и что да ну придут верующие люди да если мы сядем с вами тот корабль который пойдет в воронку уже верующие люди это так классно я вообще даже думаю что жить по большому счету это большая заморочка а смерть это большое благословение для человека верующего что в жизни мы все проходим скорби испытания какие-то тяжелые моменты а смерть это избавление что такое смерть и апостол павел сказал для меня жизнь христос а смерть приобретение что такое смерть для нас смерть это ну и вот такая смерть да как вот на этом корабле это вообще это как выигрышный лотерейный билет то есть этот момент когда ты просто заканчиваешь все свои земные заморочки заканчиваешь свою какую-то миссию заканчиваются и страдания обрубающие свои планы желания и наконец-то встречаешься с иисусом христом он сказал евангелие от иоанна 3 глава 16 стих он сказал что ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную я хотел бы сосредоточиться на последнем стихе но имел жизнь вечную наш каждый верующий востока христа он имеет это благословение жизнь вечную аллилуйя у тебя у меня у нас есть вечная жизнь и даже если на этот мир придут какие-то катастрофы во время твоей жизни может они придут может они придут я честно говоря в половину во всяком случае этих пророков и пророчеств не верю да может быть но даже если она и придет даже если мы с вами встретимся лицом к лицу самой большой в мире проблемы со смертью если мы встретимся этой проблемой на самом деле эта проблема для нас уже решена нашим господом иисусом христом ему вся слава хвала честь то что мы можем момент смерти воспринять как самый лучший в жизни момент момент когда мы приближаемся к христу приближаемся к вечности и никто у нас не может этого отнять то что нам подарил христос вечную жизнь а-а-а-а-а quem gider я а и а